Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии ведущий Александр Гурарье. Много писали, говорили, высказывались на тему сериала, снятого в Соединенных Штатах Америки, а именно сериала «Чернобыль» про аварию на Чернобыльской атомной электростанции. И тем не менее мы сочли возможным внести свою лепту в это обсуждение. Дело в том, что в Израиле существует союз ветеранов чернобыльцев, союз ликвидаторов чернобыльцев, которые тоже на своем заседании обсуждали этот фильм. Люди, которые воочию, так сказать, видели, что там происходит, участвовали в этом, многие потеряли здоровье, многие, так сказать, лишились жизни на этом. И мы пригласили в студию председателя Союза ликвидаторов чернобыльцев Израиля Александра Калантырского. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Ну, фильм, я видел этот фильм. Не могу сказать, что он на меня произвел впечатление, что я узнал, может быть, что-то такое, чего не знал раньше, много нового. Но могу вам сказать определенно, что, по крайней мере, вот израильтяне, с которыми я разговаривал, люди, которые не родились и не выросли в Советском Союзе, они восприняли это вообще как сенсацию, потому что 99% из них вообще не знал, что это такое. Что такое Чернобыль, что такое Чернобыльская атомная электростанция, и та катастрофа, которая там была. А самое главное, они не понимали и не представляли, что вот те люди, ликвидаторы, которые, собственно, многие отдали жизни, а многие отдали здоровье за то, чтобы эта станция, как бы, законсервировать этот реактор, спасти ее, они спасали не только себя, они спасали не только, точнее, себя они вообще не спасали, не только, значит, город Припять, там, или Брис-Лежащий, Киев, там, или еще что-то, они спасали, в общем-то, всю планету. Так вот, каково ваше мнение, вашего союза ликвидаторов-чернобыльцев об этом фильме? Мы смотрели этот фильм, обсуждение было на Совете очень долгое. Я поняла, что вы его смотрели совершенно по-другому, чем смотрели мы, простые зрители. Я его смотрел два раза, во всяком случае, чтобы, так сказать, не пропустить ни одной ноты. Фильм, впечатление о фильме хорошее. То есть, люди, которые делали этот фильм, у меня сложилось впечатление, что они хорошо изучили эту проблему. Но в основном сценарии они взяли книжку Светлана Алексеевича. Да, не только. Да, то есть несколько источников. Да, несколько источников. Губарев еще, его, Чернобыль, у него есть повесть, и составлена на основании этих двух произведений, причем составлена, в общем-то, документально точно. Есть вещи, которые не вошли туда, но невозможно в одном фильме такой большой период. Во всяком случае, проект, который мы выполнили, меминизации последствий этой самой страшной техногенной катастрофы в истории всего человечества, они все-таки доложили людям. Я смотрел этот фильм, некоторые моменты были, которые схватили за нерв, лично схватили за нерв, и фильм хорошее впечатление произвел. Есть, конечно, не все могло попасть в фильм. Допустим, там говорили только об одном Щербине. Борис Щербина, это зампредсовета министров СССР, который был назначен. До него первым приехал на реактор Рыжков, Николай Рыжков, председатель Совета Министров. После этого был назначен Щербина. Причем Щербина, зампредсовмина, работал не один. Там работали зампреды Совмина вахтовым методом. Его сменил Воронин через две недели, тот нахватался. Воронина сменил Гусев, Гусева сменил Ведерников. И во времена Ведерникова я работал в управлении УС-605, управлении строительства 605, которое строило укрытие, в народе называемое саркофагом. Алекс, я вас на секунду перебью. Пожалуйста. То, что, да, может быть, они не показали досконально, что было чередование, не один Щербина там находился столько времени, понятно, но, в принципе, это в данном случае принципиального значения не имеет. Мне очень интересует вопрос к вам, как к человеку, который в этом участвовал во всем. Вот причины аварии, вот самой аварии, они показали правильно или не совсем? Правильно. То есть, это именно так и было, да? Человеческий фактор, да. Но там говорили не только о человеческом факторе, а о том, что был недостаток в реакторе. То есть, вот эта техническая недоделка, техническая ошибка. Это было об этом, понимаете? Допустим, я вам пример проведу. Во Франции 70% электроэнергии французская республика получает от атомных электростанций. Она их эксплуатирует. Но там, на каждой электростанции, находится система автоматическая безопасности. Так называемая система от дураков. То есть, вручную отключить, как здесь, это невозможно. Просто невозможно. Всё делается в соответствии с заложенной программой. А тут человеческий фактор. Всё-таки человек взял и начал проводить, так сказать, испытания какие-то, не согласовав ни с разработчиками. Разработчик, серьёзный институт Курчатова, который разрабатывал это. Пускай она несовершенна. Потом усовершенствовали тип таких реакторов. Но этот человеческий фактор сыграл основную роль. Понимаете? Вот эта вот расхлябанность. Недаром было сказано, что после Чернобыльской аварии произошёл распад чего? Советского Союза. Это скорее образное всё-таки положение. Нет, ну как образное? Это трагедия, которая захлестнула весь мир. Если бы не было построено укрытие, саркофаг, то эта радиация пошла бы дальше. Она и так захлестнула. Вот смотрите. Первые были розы ветров северо-запад. То есть, Белоруссия, Польша. И первые ахнулись. Кто? Шведы. Шведы дали 4 ноты протеста господину Горбачёву до 4 мая. Безответные. Горбачёв выступил по телевидению и рассказал про эту катастрофу только 14 мая. Через 18 дней после этого. Как Сталин через 18 дней выступил по поводу Великой Отечественной войны, так и Горбачёв 18 дней какие-то эти выдержал. Не знаю. Был у него этот пример или нет, не знаю. Но, во всяком случае, надо было раньше делать, но нельзя было выпускать в Киеве людей с детьми на демонстрацию. На первомайскую демонстрацию. Чербицкий, знаете, это первый секретарь Компартии Украины. Но это же, так сказать, парадокс. Не парадокс, а преступление. Какой парадокс? Преступление самое настоящее. Скажите, а вот образы ликвидаторов, которые там показаны в этом фильме. Дело в том, что многие пишут, но, по крайней мере, я читал в различных российских изданиях, что фильм пронизан русофобией, что вот люди показаны неправильно, показаны роботами или так далее. Лично у меня такое впечатление не создалось, но мне интересно, ваше мнение человека, который в этом во всем участвовал. Значит, смотрите, надо понять ментальность советского человека. Когда это случилось, и 14-го выступил Горбачев, а 15-го мая было заседание Политбюро, и Политбюро поручило министерству, нашему министерству, тогда оно называлось среднего машиностроения, вообще-то Минатомэнергопром СССР, ему поручили строительство этого укрытия. И добровольцев было, вот на мое место было 38 добровольцев. Выбрали меня. Причем не просто добровольцев, надо отметить, что это люди, которые прекрасно понимали, куда они идут. Воскресенье. И на что они идут. Смотри, я работал в этой системе в Москве. В Москве 11 действующих лабораторных реакторов. Действующих было. Институт Курчатова, институт Башвара. Башвар тоже академик, который заменил Курчатова после его смерти и стал генеральным конструктором атомного оружия. Это Министерство атомного оружия, энергетики и промышленности. Поручили строительству этого. Самое и масса народу добровольно. Во-первых, мы работали в этой системе. Мы знали конструкции защиты, потому что строили эти лабораторные реакторы в Москве мы. И делали защиту тоже мы. Должны быть профессионалы. И выбрали. Выбирали профессионалов, которые должны были минимизировать. Нельзя погасить атомную реакцию сразу. Так, минимизировать последствия этой атомной катастрофы. Понимаете? Только минимизировать. Почему? Потому что она до сих пор идет. Там же только не атомная. Атомная реакция закончилась 17 июня сама себе. Велихов, первый заместитель директора института Курчатова, академик Велихов, который там был, он хотел, боялся прожига, что попадет радиация в грунтовые воды. Стали делать тоннель. Шахтеров запустили. Но вот это как раз в фильме показано. Да, показано. Там не показано одного. Там уже были готовы, трубы привезли. Трубы 150 наружный диаметр, внутренний диаметр 20 миллиметров, толкостенный. Почему? Хотели пустить жидкий азот с давлением 150 атмосфер. Все было уже заготовлено. И реакция, Велихов говорит, сама по себе 17 июня прекратилась. Я туда приехал 2 июня. То есть была еще ядерная реакция. То есть это на ваших глазах происходит? На моих глазах она закончилась. До этого работали там танковые, эти самые инженерные войска, танковые войска в Министерство обороны. Счищали грунт, клали свежий бетон, чтобы можно было подобраться туда. И мы, когда закончилось, мы 2 июня приехали, въехали из Борисполя. Борисполе – это аэропорт в 16 километрах от Киева. Борисово через весь Киев в Чернобыль. Город, понимаете, из которого вывезли всех детей. Люди боялись выходить. Везде полиэтиленовые пленки. На форточках, на окнах, на входах в магазины, входах в жилые дома. И на улице пустота. Представляете, едем по пустому городу. То есть ощущение, как во время войны. Меня трясло. Буквально трясло. Приехали в Чернобыль, и там находился штаб. Наш штаб нашего министерства находился на автовокзале. На автовокзале 45. Не было еще. 45 я там отметил. Значит, и приехали в Чернобыль. Это 14 километров от 4-го энергоблока взорвавшись. Припять – 2,5 километра. Понимаете, там 3-й энергоблок. И, значит, я не знаю. Это какое-то такое ощущение, как будто я нахожусь на кладбище сам. Нахожусь, и кругом пустота. И вот нет ни детей, ни звуков, ничего в городе. В Чернобыле только штаб работал на автовокзале. На автовокзале работал штаб. И я был там 3 года назад, в 16-м году, когда было 30-летие, вместе с израильской компанией Walla News, знаете сайт Walla News, мы ездили туда и снимали все это. Знаете, у меня впечатление ожило, как будто я снова попал туда. Да, столько лет прошло. Да, прошло 30 лет, а сейчас 33 года. Александр, возвращаясь к этим самым, к шахтерам, мне показалось, что в фильме довольно правдоподобно показали, что когда сначала шахтеров пытались купить, там, говорят, мы вам будем платить 400 рублей, они сказали, да ну. А когда сказали, вы понимаете, что это нужно спасти, спасти как бы не только страну, спасти вообще человечество. И они пошли добровольно. То есть люди шли добровольно, это показано, в общем-то. Я разговаривал. Это было при мне. Значит, 17-го числа закончилась, сама по себе прекратилась атомная реакция в реакторе, сама по себе, и шахтеров вывели уже. То есть они начали делать и трубы. Но они, наверное, там нахватались все. Одну минуточку. Не очень они там нахватались, потому что тех, кто потом... Министерство обороны, которое делало стенку, заглушило третьего, вот взорванный саркофаг разрушил одну из стенок. Это же два энергоблока были вместе, имели одну трубу, которая, ну, после реакции газы выбрасывала с обоих. Понимаете? А тут получилась дырка еще в третьей. Это самое. Заделали дырку, это сделало Министерство энергетики. И после того, после этого, значит, происходила уже химическая реакция. И когда мы построили вот это укрытие, саркофаг, не думайте, что это саркофаг построен, нет, он работает. Это завод. Или фабрика. Вот этот вот саркофаг, укрытие. С одной стороны, вентиляционный центр, который подает туда, химические реакции идут, подает свежий воздух, кислород нужен для того, чтобы реакция не заглохла так, и чтобы накопления газов не было. А второй энергоблок с противоположной стороны вытаскивает газы после этой реакции, радиоактивные, где установлены ступенчато фильтры. Как только фильтр, там есть датчики на фильтрах, наполняется радиацией, его меняют на свежий. Вот так там 23 фильтра. Секунду, я пытаюсь понять. То есть, действительно, многие считают, я, в общем-то, считал до этого момента, что саркофаг вот накрыли и забыли. То есть, если его просто накрыть и забыть, то он взорвется. Ну, конечно, накопление газов, это будет еще хуже взрыв. То есть, получается, что он как бы работает. Работает. А что за химическая реакция там идет? Ну, химическая реакция, там же внутри находится уран. Это металл, который был ядерной реакцией. То есть, он самоуничтожается или что? Ну, там 18 тонн урана вроде бы, говорили мне люди. Сколько лет это будет идти? Сколько надо. Во всяком случае, мы строили саркофаг с гарантией на 30 лет, а вот второй саркофаг, который надвинули, 100 лет. После этого еще один будет делать. То есть, это процесс бесконечный? Процесс. А сама станция, в принципе, она не работает или работает сейчас? Ну, смотрите, надо знать советскую ментальность было тогда. Взяли и сказали, включите третий энергоблок, и первый, второй строился, еще четвертый взорвался, пятый, шестой строился. И хотели максимально еще электроэнергии. Более того, из-за чего взрыв-то произошел? Плановая должна быть остановка этого реактора. Была плановая. То есть, поэтому, и вот этого Дятлова показывают, он делал плановую остановку, в общем-то. Понимаете, и решил, то есть, это штатная ситуация. И решил, решил сделать эксперимент без согласования с проектировщиками, с разработчиками, с учеными, проще. Сколько электроэнергии можно получить, он хотел узнать, можно будет получить от погашения реактора. То есть, от самого процесса погашения тоже... электроэнергию отдавать в Киевэнерго. В Киевэнерго гасится реактор, стал меньше получать. Оттуда сигнал. Автоматический сигнал идет, что глушит, что не дает идти энергию, как давали раньше. Понимаете, там автомат-то работает, как автомат, он тоже тогда, и значит, и раскочегарили до того, что нельзя было графит. Уже графит-то выброшен был на эту самую, я видел этих людей, которые после того, как они выбрасывали графит. Сколько вы там пробыли? Я там пробыл со 2 июня до 20 октября. У меня язва с кровотечением внутренним, и меня... То есть, это было спровоцировано радиацией? Ну, конечно, что там. То есть, вы приехали туда здоровым человеком? Ну, конечно. Конечно. У меня не было язвенных заболеваний, ничего не было. И, значит... А вот... Посмотрите. Язва была, и меня, значит, это самое забрали, хотели в Киеве, в госпиталь положить. Я говорю, еще тут 900 езды. В Москву. Я сам из Москвы, коренной Москвы. И там наше министерство, 6-я больница, куда пожарников. В фильме показывают. То есть, там специализированная больница, которая знает вообще, что с этим... Да, 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 да. Гуськова там, вот этот вот профессор. Это самое. Туда, так? И месяц я пролежал. После месяца я уехал еще на 10 дней. Туда надо было закрыть документацию. Я просил вообще документацию в Москву, чтобы привезли, еще там чертежи надо было написать, что выполнено. В соответствии с проектом и печать поставить. КГБ говорит, что нет. Из зоны документацию вывозить не будем. С этим я поехал. То есть, вот этот элемент закрыт, да, элемент... То есть, вот этот элемент... То есть, вот этот элемент... То есть, вот эта секретность, то, что показано в фильме, такое было. Такое было. Это было хорошо работало. Я вам сейчас скажу примеры. Действительно хорошо работало. Ведь там, понимаете, вывозили бетон. Какое количество бетона? 400 тысяч кубов бетона только в этот саркофаг. А внизу, вот когда мы, вот подошли Министерство обороны, чистило грунты, мы подошли, стали укладывать фундамент. Фундамент под эти стенки, знаете, какой? Ширина 40, высота 12. Мы упрятались за этим фундаментом, чтобы радиация... То есть, все-таки немножко... Немного, намного. Что значит немного? Там полрентгена было. Мы чистили там, промывали, находились нормально. В бытовых помещениях. Вот то, что там, значит, приехал письменный, ему поручили, значит, в бытовых помещениях посмотреть. Он говорит, в бытовых помещениях вообще, говорит, мизерная доза радиации. Как это можно сказать? Так, бытовые помещения не разрушены. Не разрушены были. Были закрыты окна, прочие все закрыли. И там было всего 17 рентген. Отмыли и сделали столовую, и мы там обедали. В этих бытовых помещениях. Скажите, вот люди, с которыми вы работали, которые туда приезжали, ну, я так понимаю, вы там типа вахтовым методом, да? Да. Сколько примерно было человек, ну, то есть тех, кого вы знали, вот ваша команда, и какова их судьба? Если можно кратко, у нас время, к сожалению, подходит к концу. Значит, там работало со всей страны, значит, работали, Минсредмаш, Минатом, Энергопром, работало 11 строительно-монтажных районов. Я был в 10-м районе главным инженером, Московский район. Там первые были из желтых вод с Украины. Они первые прибыли 28-го, а московский отряд наш прибыл 2-го июня. Он приехал, те своим ходом с техникой приехали, а мы на этом самом, на поезде. А я прилетел самолетом. Ну, одновременно с ними. Ну, вот ваша команда, сколько примерно это было человек, вот кто первыми приехал? И примерно... Смотрите, примерно, может, нам надо было менять людей, нельзя было все время. И мы, допустим, привозили, мерили радиацию, у нас были эти самые... Дозиметры. Дозиметры. А вот, кстати, извините, правда говорят, вот многие говорят, что такого быть не может, что вот на станции, как показано в фильме, что у них там был один дозиметр, который не работал, второй этот сам... Не знаю, у нас были дозиметры. Понятно, мы же приехали, вы уже ехали на конкретный объект, который подвергся разрушению. Были дозиметры и, так сказать, всего, говорят, было на этом самом около 600 тысяч строителей. Так говорят, это по разговорам, которые мне говорили ученые с института Курчатова. Оксана, ну, в результате, подводим черту, вот ваш союз ликвидаторов чернобыльцев. Вы обсуждали, вы смотрели. Ваше впечатление, в принципе, фильм... Наши впечатления... Я вам сейчас скажу. В Израиле мы пробили закон. Вы же понимаете географию, где Чернобыль, где Израиль. Нам удалось пробить закон, по которому мы только раз в год получаем подарок от государства Израиля. Понимаете? Этого недостаточно, потому что с годами здоровья благодаря этому эффекту Чернобыля все ухудшается, и мы требуем ежемесячную пенсию. Окей. Про фильм. А про фильм... Фильм хороший. Фильм хороший. На меня он произвел впечатление. Автор... То есть вам это не показалось к Люкове, вам не показалось, что он снят, как это пишут, по методическому госдепу, чтобы вот оклеветать советский народ? а какая там русофобия? Я не знаю, в чем русофобия. В чем это русофобия? Ну, пишали, что советские люди показаны как роботы. Ну, что значит, как роботы, если я вам говорю, что на мое место было 38 желающих. Это роботы, что ли? Это была ментальность. То есть это был героизм? Да. Как вам это не назовешь? Это был... Ну, называют героизм, я не люблю этого слова, герой. Это была наша обязанность. Профессионалы должны были минимизировать последствия Я еще раз повторяю, это была обязанность профессионалы, которые шли, добровольно профессионалы, которые прекрасно понимали, на что они шли. То есть не закрытыми глазами. Нет, нет. Знай, что... И мы, мы же своих рабочих, которые работали на строительстве Института Курчатова на капремонте этих лабораторных реакторов здесь, в Москве, так, и мы ехали, и люди знали, на что идут. Это напрасно так думают, что это было. Как скот палкой гнали. Нет. Я вам говорю свое впечатление, свое личное мнение, Вашего союза, которое вы обсуждали. Спасибо большое. Действительно, это очень интересно. На мой взгляд, хорошо, что в принципе подняли эту тему и стали снова об этом говорить, потому что потихонечку это все забывалось, а живы еще люди, которые видели все это. Которым надо помочь здесь в Израиле. Которым надо помочь, и не только в Израиле, и в России, и в Украине. Безусловно. Эти ликвидаторы везде, и, к сожалению, их здоровье ухудшается с каждым днем. Это не метафора. Кстати, еще одна маленькая деталь. В Израиле радиация дошла косвенно до Израиля. Не все знают этого. В декабре 1986 года пришел чай из Турции, пароход в Хайфу и развернули, замерили, развернули, ушли, отправили обратно. Это последствия Чернобыля. Спасибо. Спасибо, Александр Калантырский, председатель Союза ликвидаторов чернобыльцев государства Израиль. Дорогие друзья, программа «Тема дня». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин